Всем привет! Вы со мной на вашем любимом канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Ее запомнили по роли Кати в фильме «Девчата». Там она была самой счастливой героиней, задорной, улыбчивой и радостной. За кадром жизнь актрисы складывалась куда сложнее. Валентин Козлов появился рядом с ней в тяжелое время, когда требовалась поддержка. После были 32 года брака и безмерное одиночество двух не слишком счастливых людей. Почему же она так и не смогла пережить его потерю? Счастливая и несчастная одновременно. Люсьена Овчинникова, по воспоминаниям коллег, была легкой в общении, да еще и обладала даром сглаживать острые углы в отношении с людьми. Она встретила свою первую любовь во время учебы в ГИТИСе. Владимир Храмов, в отличие от актрисы, характер имел довольно сложный, умудряясь поссориться даже с самыми неконфликтными людьми. Мама режиссера мечтала о браке сына с Люсьеной, задаривала девушку подарками, была очень ласкова, уже мысленно представляла, как подрастать внуки. Но Люсьена в то время думала только о карьере. Она безмерно уважала своего гражданского мужа, прислушивалась к его советам, мирила с коллегами. Но в результате настоящей семьи у них так и не получилось. Люсьена и Владимир расстались. Второй любовью актрисы стал кровец Александр Холодков. Судьба свела их на сцене театра имени Маяковского, где оба служили. Однако и этому человеку не суждено было стать ее мужем. Холодков, как позже, выяснилось, одновременно любил двух женщин. Люсьену Овчинникову и Веру Орлову. Впрочем, их примирила смерть возлюбленного. Александр Холодков скончался на руках Люсьены и оплакивали его две женщины вместе. В то печальное время рядом с Люсьеной оказался Валентин Козлов. Дружба и любовь. Валентин Козлов был младше Люсьены почти на 6 лет. Но это не помешало ему обратить внимание на актрису. Позже стало ясно, они друг для друга, не просто друзья. Вспыхнувшие чувства привели возлюбленных в ЗАГС. Люсьена Овчинникова и Валентин Козлов в 1966 году стали супругами. Это был первый и единственный официальный брак актрисы. Сложности бытия. Оба продолжали трудиться в театре имени Маяковского. Овчинников в то время уже была настоящей звездой, но своей популярности до конца не осознавала. Она никогда не страдала от звездной болезни и не гордилась своим успехом. В 1973 году актриса получила небольшую однокомнатную квартиру, куда и переехала вместе с супругом. Она была приветлива и доброжелательна. С соседями часто общалась с бабушками на скамейке у подъезда. В 1972 году Люсьена и Валентин служили в театре. Она была ведущей актрисой, да и супруг не жаловался на отсутствие ролей. Было ли счастье? С этого момента стала угасать не только карьера супругов, но и начались трудности в взаимоотношениях. Люсьена постоянно пыталась найти работу, соглашаясь на самые маленькие и неинтересные роли. Она постоянно уговаривала режиссеров дать шанс мужу показать себя, однако ей это удалось крайне редко. Сам Валентин предпочел стать в позу непризнанного гения и не особенно утверждал себя поиском работы. Они оба стали понемногу прикладываться к бутылке. В августе 1998 года супруг после завтрака отправился в ванную и больше оттуда не вышел. Люсьена Ивановна нашла его уже без признаков жизни. Так сложилось, что у нее даже не было денег на похороны. Ее выручил Станислав Садальский, предложив помощь во время случайной встречи в доме кино. Люсьена Вчинникова вдруг осталась совсем одна в пустой квартире. За несколько часов до собственной смерти в гостях у подруги Тамары Тур актриса плакала и очень сожалела, что у нее нет детей. Она скачалась через 4 месяца после смерти супруга. Кто-то говорил, что она не перенесла смерти близкого человека, но врачи озвучили менее романтичную причину смерти актрисы, оторвавшейся тромб. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте, так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким и конечно же ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Услышимся!